Уважаемые Верховные Главнокомандующие, мы, военнослужащие ВЧ-02-511, 138-я бригада, ряд штурмов, преимущественно мобилизованные, прибывшие из Санкт-Петербурга или Новости, обращаемся к вам, чтобы разобраться в действиях нашего командования. По прибытию в ДНР нас прямокомендировали к лучшему бригаде при выполнении штурмовых задач. Наш отряд понес на шагу на большие потери. Нас отправили на штурмовые районы под Авдеев из разведки, злобные артиллерийские подготовки и подбежки, без связи с другими подразделениями. В результате по серии составили более 70% личного состава. Безвариан на это, а также на потери всего полевого командующего состава, в отсутствии тяжелого вооружения, остатки нашего подразделения собираются отправить на угол противоборудованных позиций противника, артиллерии и танков с автоматами. Но при этом привлекая даже тех, кто по состоянию штурмовых не способен к выполнению боевых задач. Как нам известно, мы не единственные мобилизованные, обращающиеся за такой просьбой. Почему руководство, экзорируя указ президента РФ, одним привлечением мобилизованных штурмовых операций, сформировало отряд преимущества из мобилизованных военнослужащих. Но полосу полка не выходят на диалог, запугивают нас, что при отказе от выполнения боевого распоряжения и выдвижения на первую линию, на спасание, где мы переведут в Чебакайли другие подразделения ДНР. Многие подразделения имеют ограничения по здоровью, так как все призывались без прохождения толстой медицинской комиссии. Те, кто получил боевые легкие ранения и контузии, не получили толстой медицинской помощи. Мы не отказываемся от выполнения боевых задач. Мы отказываемся идти на неоправданные риски с автоматами против танков, винометом, стейкером и тому подобное. Просим разобраться в данной ситуации и на бумагах, а на месте. Сообщение записано 18 марта 2023 года.